и мы поехали для тех кто в записи смотрит это мун против лоулит матч за выход из группы на турнире wc 2015 турнир по варкрафту в китае который проходит два корейских эльфа будут в серии бо 3 выяснять кто же пройдет вперед ставки очень высоким потому что фактически проигравший вылетает из турнира то есть это не не матч там кто первый кто вторую в рамках группы о подлак такое бывает надеюсь что все-таки все-таки оживет долгий лак просто вылит ничего себе просто вылит мы смотрим хитрым способом с китайского стрим-сервиса при помощи программы в лайв стример долго объяснять какой призовый фон спрашивает blizzard 109 тысяч долларов вчера было 108 сегодня студии призовой для такого турнира конечно колоссально просто колоссальные по варкрафт все мало турниров проходит в китае они главным образом крупный происходят опытма наконец-то наконец-то что-то оригинальное пошло. Карта для Патмы и для Хантрес как следствие хорошая. Мун играет за Патму. Слушай, может, ты и Фериков тут додумаешься. Я обожал эту карту. Смысл... А тут Дима. Тут дефолт от Лоулита. Почему именно эта карта? Потому что Фонтаны Жизни. То есть у котов есть... Карта, во-первых, маленькая, контактная, если сделать грейд на ночное видение, то очень удобно охотиться. На халяву ты лечишься. На фонтане. И коты здесь смотрятся очень хорошо. Если смотреть дальше... Опачки, это косяк, кстати. Хотя там Патма вышла. Какой косяк там. Эй, что ты делаешь? Стреляй! Там буквально одного... Ну, удара и двух выстрелов не хватило. Такой он валидольщик. Этот лун ваш. Нельзя так людей пугать. Вот, если продолжать логику с... с хантресами и Патмой, то есть опция выхода в ферриков. Ну, то есть, я правда не знаю... Ну, он знает тут стратегию, он ее в том или ином виде демонстрировал достаточно давно. ход ее тоже практиковал ремайнд, пробовал периодически со стрелкой. И не хватило дамага. Парчинда было стрелять, могу арчу убить. Да, проблема, проблема. Стрелка плюс 10 урона. Ману жалко. Играет на Т2. Это может быть... Тут два варианта, на самом деле, принципиально разных. Это две лорницы с желательно одновременным строительством экспанда. Да, вот экс пошел. Либо это два древа ветров. Тоже чаще всего с экспаншеном. Патма в хайде. экспанда тоже весьма ожидаем. Именно поэтому висп сейчас находится... Он чекнул, увидел базу. И Дима сейчас, скорее всего, пойдет за персональным телепортом. Этот висп обречен, но, зная про это, смотрите, внизу еще один висп, обходит через мейн. Персоналочка, скорее всего, будет. То есть, задача Димы максимально отодвинуть появление экспанда. Максимально. А, на Арчун прыгнет. Да, вот он персональный телепорт на Арчун. палится, но, кажется, не хватит Муну дэмэджа, да точно не хватит, чтобы остановить Диман Хантера, который отменит ему этот эксп. Патма, в принципе, практически сразу выдает на таких картах особенно намерение поставить базу. Поэтому проверяет сразу и проверяет сразу же. Хорошо. А как же одна лорница, одна талонница Ханты? Да, эта опция тоже есть, она весьма неплохая, как такой проходной вариант промежуточный. Потому что талонов строить, как правило, больше двух там штук, трех смысла особого нет. Ну, если ты там дальше в циклон не идешь. То есть, они и так навесят на всех фэрифайр. Это, по сути, самое главное. А дамагеры из них не очень хорошие, разве что по медведям только. Ну, можно, 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 можно. И на тех, на других действует Руша Таура, и те, и другие весьма универсальные дириады, так вообще, наверное, самый универсальный юнит чуть ли не в игре. То есть, спеллэмун, стрельба по воздуху, диспелл, замедление, то есть, это юнит, который реально может так или иначе сражаться против любого другого юнита. Ой-ой-ой-ой, сейчас было недоконтроль, жуткий от мудок. Один выстрел некому поблочить впереди, ботинок тоже нет. Так что, не развел. Ну, смотрим, что лорница первая. Слева нычек строится, естественно. есть бабло, но, скорее всего, нужно нагу какую-нибудь брать вторым героем. С потмой не так много героев сочетаются. Ты ее можешь, в общем-то, в соло качать, и в этом тоже есть определенный смысл. Но, кажется, сейчас по ситуации лучше взять второго героя. о, ну да, вторая лорница, апгрейд на Nature Blessing, а тут выход медведей. Вот, если вдруг вы совсем, как бы, за Варкрафтом плохо следите, или там вообще мало играли, тут логика какая. Один играет классически, выходит в Т3, это технологическое такое развитие, которое требует времени. Второй пытается, зная эту тему, пытается в тот момент, когда, до того, как появятся медведи, получить преимущество в плане экономики, то есть поставить базу. Но так как он по технологии отстает, он вынужден принимать бой до Т3, то есть на Т2 юниками. Поэтому здесь будут дриады, ну и Патма хорошо с дриадами тоже сочетается. Это и рейндж, и трушот, хит-н-дран очень хорошо. Вот, то есть в идеале когда придут медведи, у Муно будет где-то 60, вторая аура и работающая база. Вот в этот момент у него все хорошо. Но будет ли так? Посмотрим. Первые две козы побежали. Нычка готова. Ныча блессинг есть. Бараком добил, что ли? Не, не добил Бараком. Кот орет, кот сколь. Бесса, я понял, что ты сходил в туалет. Да, я понял, я понял, все. Сигналит. О всех новостях сообщает вообще. Катан. Тинкер вторым героем. Ну хотя, а зачем нагу брать? Да, зачем кипера брать? Тинкер более полезен. И вот не стал выходить в медведи. Видите, хочет с дриадами как-то помешать ставить базу. Ну и вроде как получил. Ну хотя коты живые, дриады скорее разминиваются, чем там убивают кого-то. Хотя вот дриадка минус здесь. А верхнюю отпустят, потому что замедления нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мун недоконтраливает мейн. О, все, увидел. Там чуть-чуть отступить и все, ок. Но нынчик-то убьют. Или не убьют два виспа. Как близко-то, а? Вторая факта. Тут девайс берет Тинкер из-под носа буквально под мы. Стаскивает. Утаскивает. Ну и Фатма делает ТП. Надо деревом окопаться по фасту. Где угодно, да. Просто чтобы не наносили урон такой высокий. Сейчас отличиться и пойти в бой с дрядками. Ну вроде он отбивается здесь. Иван Варга и тебе тоже привет. Хорошо, что пришел. Пришли вы все. Несмотря на Т3 он продолжает делать ряд, потому что чувствует, что видимо здесь и сейчас они нужнее, чем медведи, которые появятся позже из-за того, что грейда нет на мишек. И в общем. персональный телепорт пошел. Ой, нет, отменил персоналочку. Это риск, кстати. У мода плюс одна, только дриада. Преимущества по экономике нет. Вообще Димки б... Патму убил. Все ГГ Мун. В этой игре ГГ. Доливаем, вливаем. Он попытается сейчас спатму восстановить в таверне. Но с базой видите, какая проблема у него. С парнем его тоже меньше. Дриад поподрезали. 43 лимита против 38, кстати. Нет ТП, еще минус 1 дриада. Очень тяжело. И продолжают строиться дриады. Одна из проблем такой темы, когда медведей нет. Лечиться негде. Откуда коты пришли? Вот почему коты... Дима, ТП. О, еще минус дриада. Слушайте, я опять похоронил зря Муна. Сейчас вот у него база начнет работать. Ну, не прям сейчас, конечно, но начнет работать. Если как-то извернуться, выкрутиться... То может и выстоим. Тяжело, там Арба. Ну, там ТП нет. Можно попробовать сфокусить просто Диму. Хотя там став есть. Виспы пошли вперед. Против кого только, непонятно. Патма пытается на фонтан... Пробегать, нужно пробегать, Патмой! Позиция неплохая у Муна, но... Что делать, когда... Когда у Демон Хантера Арба. Телепорта нет, да. ТП, ТП... ТП нету. Коз много у Лоулита. Нычка работает, тут козы падают от дракона. И пошла застройка протекторами. Да, точно. Что-то я про протектор-то и забыл. У Базы очень мало ХП. Выгружает весь Пофмун. Ну, у него армии крайне мало. Нычка каким-то чудом выжила. Но тут выбор у Муны. Либо бить Дриад, но тогда протекторы достроятся. Либо бить протектор, но потерять при этом Дриад. В общем, все очень плохо. И все-таки я был прав. Не вытащить здесь Муну. Увы, не вытащить. Может быть, даже вторым героем брать... Ну, хотя, наверное, все-таки Патма Соло лучше будет смотреться. Учитывая бонус по ХП, она даже полезнее, чем любой другой герой в такой ситуации. Как раз из-за того, что там тоже Дриады. И половина героев сразу отсеивается, потому что они диспелятся. Или не могут ничего сделать против спелл-эмьюн юнитов. А потенциально полезные, типа Демон Хантера, как бойца от Анкоса, там... Или от Тинкера. Это все менее полезно, чем... Стоп. Что? Это как? Это первая игра у них? Слишком много потерял на Креппинге нычки. Возможно, возможно. Заходим, следующая карта Тиринас. Нет, это первая игра была. Я уже подумал, он... Опс. Сменил никнейм. Ну, или написал там заново. Я подумал, вдруг это... Вдруг это конец. Нет, не конец. Рейди. Все готовы. 0-1. Проигрывает Мун. Лоулиту. И следующая карта Тиринас. На которой, кстати... Мун тоже играл через Патмун. Через Дриад. Но, возможно, после предыдущей игры, когда замысел не удался на Секрет Вэлли, он придумывает что-то другое. Ой. Что? Что? Ничего себе. Оба... Оба-на! Посмотрите. Оба решили прокрепить сразу... Обычно стандарт. Это дерево на желтой точке. На желтой, которая рядом с мастерской. На мастерской. А тут... Оба наглеют. Рискуют. И собираются крепить шахту сразу же. Это стандарт. Воги так всегда играют. В кассе стандарты пошли. Стандарты. Ну ок. Демон-хантер против демон-хантера. Никаких... Как же они врустнутые. Прячется, думаю, жреца луны какая-нибудь. Никаких полосатых тигров у нас не будет. Будут суровые и слепые демон-хантеры. И пока получается зеркало. Прям вот... Что у одного, что у второго. Все одинаково. Как синхронно со стороны Лоулит и Веспы побежали. Один наверх. Трое с мейна. Один на елку. А, это все трое на елку, да? Боится, что разрушат. Да, Веспы в поддержку АОВу. Так это переигровки за выход из группы. Просто на сайте УГГ умуно больше очков. Да, неправильно на сайте. К сожалению, до сих пор не поправил, товарищ. А может быть, переигровки, кстати? Может, там 2-1, 2-1, 2-1 и переигровки идут? Действительно, он... Ему играл с Лоулитом. Я действительно комментировал эту игру до этого. Но другую игру. Так для все приобретает смысл. Вампиризм. Шикарный девайс. Ну, теперь только в Медведей. По правилу, говорит, Айранг. Так а как правильно-то? Скажите мне, я комментировал Муду против Лоулита или нет? Муд 2-1 выиграл его в группе. Значит, переигровки получаются сейчас? Экс, пошел. Висп не успел спалить экспант. Нет, не комментировал, говорят. Опять не сходится. Да, это халявный эксп. Который надо проверять. Кстати, сверху второй АО, кажется, да? На лагере наемников строится у Лоулита. Так и есть. Хорошая точка. И Хантерс Холл. О-о-о-о. То есть он уверен, что у Муна Эксп. Иначе он не стал бы сидеть сейчас на Т1. И ставить два барака. Он хочет решить все по-мужски. Котами. Котами здесь и сейчас. Очень агрессивно. Мун с Лоулитом не играли. Вчера Мун играл с Хи-Хи. И Ричом только. И тут Хантерс Холлу Муна. Ну все. Коты на котов. Вампиризм, к сожалению, в этой ситуации не поможет Муну вообще никак. У котов хоть и типа мили дэмэдж, но на них действует Туршот Аура. У них халф мили дэмэдж. Вампиризм будет работать только на Диму. Весьма сомнительная такая тема. Хотя отжирается все равно. Потихонечку. Надо прикапываться. Надо занимать позицию. Надо обороняться. Я не могу себя сдерживать. Я болею за Муну. Не знаю. И вот это, кстати, барак уловлит не под клиппинг, а под просто штамповку. То есть он поможет покрепиться, если понадобится. Но сейчас он полезен в строительстве, в тренировке котов. Носки, кольцо. Не успевает Мун, видите, с модобернами уже в который раз. Лоули-то есть уже охотница. У Муна только то... А, у него один? Нет, у него два барака. Второй барак тоже на лагере наемников. Ну, понятно, что если ты потратил бабло на эксп, у тебя должно быть минус два кота. По логике, просто по стоимости приблизительно так и должно быть. Веспы. Видимо, это был через контрл клик на веспов. Или попытка перевести их на эксп. Что разумнее, конечно. Нужно терпеть. Нужно очень долго терпеть. Нужно очень долго терпеть. Шредер идет. Шредер, конечно. Лолитовский шредер. Ой, хорош. Да это такой папашка просто. С таким уроном. Он недоконтраливает. Окружает... У-у-у-у-у-у. Окружает Диму. Он делает Типи. К Мунвелл. Пытается перегруппироваться. Бёрн. Пытается тыкнуть в вражеского Демонхантера. Хайлица. Просветка тут же. Виспе висит. Четенько. И Шредер все еще нарезает. Минус код. Бьет по Диме. Не, только не лагай сейчас. Оживи, прошу. Давай. Что мы видим? Два битых Димы. Значительно меньше армии у Муна. Делается протектор сейчас. Протектор от Лоулита делается. С-с-с-с-с. С-с-с-с. Тут Аджор идет на вампиризме Там демон убежал на таких лалах Просто на таких лалах Амуновский демон не убежит, он заперт Что вы показываете, там минус ДХ Сейчас Луэллап получит Смотрите, хоп Да вы что, не может быть, как так? Очень жаль, да Никто не знал, что так произойдет Ну, это поражение, к сожалению К сожалению, это поражение Восстанавливает, конечно, в таверне сейчас Мун Диму, подрезает Хотя не совсем поражение Можно, если прийти, убить два этих Два протектора Если окружить вражеского Демон Хантера Если совершить какое-то чудо Если пойти в развод, например На мейн к нему, да, да, да Экспанта есть? Можно жертвовать мейном Нужно жертвовать мейном И котов у Муна больше Ну, давай, давай, кудесник Сейчас еще за свитком забежать Взять Протекторы достраиваются Типи есть Я у Типи, да Типи Коты тупят Котов зажимают Не, не зажимают котов Мейн стоит Мейн стоит Что? Мун что-то Тауэр Дефнис Мун делает протекторы На своем экспанде По центру идут Миграции котов Влево, вправо Там кто-кто Кто-куда Свиток у Муна есть Можно, кстати, выкопать барак слева Ох, можно подрывников купить Дроп, дирижабль Ой-ой-ой Там протекторы перекапываются К мейну Поближе Палец, дирижабль Ой-ой-ой-ой-ой Но Мун видит, что там криппинг То есть можно протекторы Теоретически убить Можно напасть Сейчас Тыг-дым-тыг-дым Отменить протектор Конечно Конечно нет Идет нападение сейчас от Муна На протекторы Коты терпят Очень серьезно терпят Свиток нужно делать Да Отрицательный лимит у Муна Лоулит это все видит Начал дирижаблем контролить Что же вы показываете? Ну, просто придет к нему сейчас лимит больше И... Хотя протекторы есть Если протекторы есть То можно за ними посидеть Главное убить Вражеский протектор Там не показывают Там протектор Там просто дирижабль минусуется Есть, дирижабль есть В смысле протектор убили Дирижабль живой Никто его убить не может Из этой группы Мун начинает контролить С дирижбамблем Дерево еще там рукой откидывается Да ладно, еще отбиться можно Можно отбиться Я в шоке Вряд ли Нет, протектор если бы начал раньше чинить То мог отбиться Мун получает ловэлап Под деревом сражается Дирижаблем там контролит Царский просто Царский Блин Да, мейн теряется И полетел на эксп А там протекторы Там извините, не пробить Ну, шансы еще есть Да, шансы есть Тут пошел грейд на Т2 Протектор защищает Кстати, можно подрывников взять Но там, кажется, нейтралы Почти пятый, Дима Алтарь Он вела восстанавливается Алтарь восстанавливается Дирижабль летит Ой-ой-ой Увидел Мун, что здесь Беда Нельзя тут идти Да, давай отдадим дирижаблю Why not Он хочет просто взорвать Подрывниками, понимаете Скорее всего так Он пошел, Дима, вниз, смотрите Пошел вниз подрывниками Сразу и протектор и мейн Двух подрывников купить Если бабла хватит А бабла хватает Но Мунвеллов нет Мунвелла, если достроится Какая жесть Потерял огромное количество Хантрес сейчас И уже без прикрытия Не хочется и подрывников брать Там тем более всего один подрывник Можно три Мунвелла взорвать, кстати Пятый лейвел Дима Тяжело, тяжело Две Хантреса Ту Пят Лоули-то больше Значительно больше Грейт на Т2 Почти готов Дима взрослее Тут практически нереально выиграть Но Мун что-то пытается Опять же Как-то выпутаться из этой непростой ситуации Но это маловероятно Он купил одного, да? Купил? И тот не добежал, судя по всему То Мунвеллит, например, в Виспанопросветке Блин Ставится еще Экспо Лоули-то Да, все хорошо у него Все у него очень хорошо Т2 Можно второго героя взять Телепорт есть, опять же Что-то же большой плюс Сейчас палец Лоули-то на бараке И это как раз шанс Какое-то действие Плюсовое Муну совершить Ну то есть ему нужно отменять Экспанд Ему нужно О, еще Грейт на Т3 Он просто в тупой идет Протектор убивать ТП он не юзает Очень странно Просто приходит Думает, что отобьется Демоном Или выиграет время Демоном Протектор падает Сверху сейчас еще коты могут зажать Можно сходить там Нет, не надо сходить Все, просто нужно Окружать Демон Хантера И все Да Это не сложно было на самом деле Таким количеством котов Теряется Демон четвертый На половину шестой Уже Лоули-тоский Демон Хантер Экспанд Да все тут уже Все Все в плюс В колоссальный плюс Потом Медведи пойдут Да, Мун не тот В данный момент уже Что было раньше Нет Выкупает героя Пытается окружить Вражеского Демона У него ТП на всякий случай Даже есть На попытки не оставляет Но он понимает Заманивает Заманивает Ловушка вообще Ловлит Красавчик Конечно Он специально Но он знает Что как бы это У Муна последний шанс Это Демона окружить Но Мун что-то почувствовал И не пошел На стаю котов Что-то он как-то Понял Появляется Дриатка Начинает стрелять По разным котам Замедляя их Перемещение Штрафует Экспант Опять же Медведи Сейчас Мун покупает Подробняка Нет ГГ пишет И ливает 0-2 Увы Луналики Пятая раса Не выходит С группы Ну с такой игрой Да С таким исполнением Тут опять же В данной игре Не было Не было такого Что ой Один момент И все И вся игра рушится То есть он Проигрывал По мелочам То есть По кусочкам Так что тут Не халява Тут закономерный Проигрыш Все-таки И Не пожалуешься На дисбаланс Это Мирор Эльфийский Ничего не сделать Слишком много Ошибок Сейчас переигровки Говорят будет Слушайте А может быть Еще Мун выйдет 1-2 1-2 1-2 У всех Любопытно Опять я поторопился С выводами Что же происходит Такое Посмотрим Посмотрим